Обсудим. Андреас Умланд, далее в нашем эфире, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. Здравствуйте. Здравствуйте, Андреас. Здравствуйте. Андреас, вы в недавнем интервью сказали, что очень стыдно за подобные действия Германии. Как долго Олаф Шольц будет в позе Страуса? Сейчас уже есть сигнал из Министерства иностранных дел, что, может быть, дела не так плохо обстоят. По крайней мере, что касается разрешения Германии для поставки этих танков «Леопард-2» для Украины. Министерка иностранных дел Бербок сказала, что если поступит, скажем, из Польши официальное заявление на предоставление такого разрешения, оно будет позитивно, на него позитивно ответят, и тогда, например, Польша могла бы поставить эти танки. Это все как-то странно выглядит, потому что очень противоречивое впечатление создается. Нет четкого, однозначного сигнала, что связано с тем, что, увы, пока поставка тяжелых танков, боевых, западных танков в Украину не популярна. В Германии там где-то половина населения пока что против этого. Но скажите, но и все-таки, вот эта нерешительность, она по поводу танков в Германии, она основана еще на каком-то страхе России? Или это, не знаю, таким образом отстаиваются какие-то национальные интересы Германии? Ну, я думаю, тут надо будет подождать все-таки историков, когда они, может быть, как-то исследуют, как-то идет процесс принятия решения внутри офиса канцлера. Это решается, в общем-то, канцлером и его советниками, его сотрудниками, а не в министерствах. Моя интерпретация сейчас такая, что то, что, может быть, для внешнего вида выглядит как нерешительность, это для многих немцев представляется как осторожность, как такая, ну, мудрая медлительность, чтобы не поспешить, чтобы как-то подождать. Да, действительно, многие немцы боятся, что это втянет Германию в эту войну, что пока что российско-украинская война превратится в третью мировую войну, в ядерную войну. И на этом фоне, вот, увы, немецкое суспильство, хотя, в принципе, оно поддерживает эту помощь немецкую, в том числе и военную помощь немецкую для Украины. И где-то половина общества против поставки тяжелых танков западного вида в Украину. Ну, как бы там ни было, новый министр обороны Германии Борис Писториус собирается в Украину в феврале, как ожидается. И, возможно, и в связи с тем, что я на Лена Бербок сказала, возможно, мы от него уже услышим какую-то новость по танкам. Да, я тоже надеюсь, что все-таки там будет какой-то однозначный и позитивный сигнал. Дело в том, что сейчас недовольны этой медлительностью Шольца не только в Восточной Европе, в Украине, в Польше, в Балтийских странах, но и в Западной Европе, и в самой Германии идет интенсивная дискуссия ежедневная вокруг этого. И даже в правительственной коалиции есть критика даже и собственной партии Шольца, социал-демократической партии, есть критика относительно этого. Ну, на фоне всей этой критики, мне кажется, все-таки в какой-то момент должно будет какое-то позитивное и однозначное решение. Да. Андреас, вы уже об этом сказали. Действительно, гораздо более решительные и смелые лидеры Польши и стран Балтии. Мы, украинцы, очень благодарны им за такую смелую политику и реальную помощь. И вот премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий заявил, если Берлин так и не примет решение о передаче танков в «Леопард», то Варшава допускает создание с другими странами своей отдельной танковой коалиции и помочь Украине без участия Германии. Как вы расцениваете такой сценарий? Да, это вполне возможный путь оказания давления на Берлин. И то, что вчера Бербок, министр иностранных дел, сказал, это, видимо, в чем-то ответ на вот эту угрозу, если это так можно назвать, со стороны Польши, не дождаться этого разрешения со стороны Германии. И, видимо, только так можно как-то что-то тут продвигать. Тут еще, я думаю, Шольц, он, что он именно сам думает, я не знаю, но он, может быть, сейчас ищет какой-то вот формат, с которым он мог бы представить перед немецким обществом вот это решение о предоставлении немецких танков для Украины, как некое коллективное решение, чтобы это было не немецкое решение, чтобы это было там европейское, западное, натовское решение. И тогда это, наверное, будет тоже более приемлемо для той части немецкого общества, которое пока что против этого. Тут роль играет, как вы правильно упомянули, не только и не столько какие-то пророссийские или антиукраинские настроения, сколько вот эта боязнь просто немецкого общества того, что Германия будет втянута в эту войну. Ну, смотрите, сегодня опять же в Польше говорят о том, что такая позиция, голова в песок, да, как это издание нарисовало карикатуру, оно может привести к изоляции Германии в Европе. И плюс, если речь идет о создании отдельной, без участия Берлина, танковой коалиции, не станет ли это неким разделением в Европе, разделением в НАТО? Ведь это то, что может сыграть и на руку Путину, если будет отсутствие единства. Да, в этом, так сказать, и некий риск вот такого слишком откровенной критики Германии. В принципе, мы уже имеем несколько лет такого рода разделения внутри Запада. С одной стороны, Центрально-Восточная Европа и, может быть, Северная Европа, Скандинавские страны и Великобритания, и, конечно, США и Канада. И, с другой стороны, континентальная Западная Европа, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия, Италия, Испания. Они частично имеют другие позиции и особную роль тут, как вы знаете, играет Венгрия во всем этом. Вот мы уже имеем такой некий раздел, поэтому хотелось бы, чтобы это не углублялось, и чтобы, скорее всего, тут было какое-то коллективное решение, и чтобы это было уж точно не какой-то там географический раздел. Да, да. Ну, как бы там ни было, министр обороны Украины Алексей Резник в целом доволен результатами встречи в формате «Рамштайн». Сказал, что все прошло отлично. Намекнул, что некоторую помощь не озвучили публично. Андреас, ваше мнение, как все прошло на «Рамштайне»? По вашим наблюдениям, единство в помощи не пошатнулось? Да, вот кроме этой непонятной позиции Германии касательно «Леопарда-2», в принципе, это была успешная встреча, потому что коалиция стран довольно большая. Это не только страны-члены ЕС и НАТО, но и страны, которые не входят в Европейский Союз и Северно-Атлантический Альянс. И тоже объявленная, уже официально объявленная военная помощь, она значительно, насколько я сейчас могу сказать, кажется, это самый большой суммарный пакет, который сейчас был объявлен в преддверии этой встречи и во время этой встречи. Поэтому в целом это хороший сигнал и тоже есть, насколько я наблюдаю, растущая нервозность в Москве касательно этого развития, потому что пока что помощь для Украины скорее нарастает, а не снижается, на что, может быть, в Москве надеялись. Да. И еще, знаете, Андреас, хотел обратиться к вашему опыту. Вчера канцлер Олаф Шольц, всем известно, встречался в Париже с президентом Франции Мануэлем Макроном по случаю 60-летия заключения договора о примирении между этими двумя странами. И вот во время своих обращений лидеры, конечно, упомянули Украину. Но вот хочу что спросить. Макрон, который не так давно говорил о необходимости сохранить лицо Путину и говорил о каких-то гарантиях для России после войны. И Шольц с позиции Страуса голова в песок по поставкам танкам. Но оба вчера в один голос заявили о непоколебимой поддержке Украины столько, сколько нужно во всех сферах, подчеркнули два политика. Андреас, может это просто какие-то тонкости и премудрости внешней политики вот этих стран? Мы привыкли и нам хотелось бы, особенно сейчас, войну, чтобы слово не расходило с делом. А в Европе, может быть, так не всегда? И действительно, то, что вы сказали, для кого-то нерешительность, а для немцев это какая-то излишняя осторожность. И поэтому все промедления. Ну да, тут много интересов в конфликте. Есть такой идеалистический мотив, солидарность и сочувствие, помощь. Есть, с другой стороны, так называемая реалистическая дискуссия вокруг того, а что, собственно, в интересах Запада. И я думаю, тут есть некая проблема коммуникации между западными правительствами и такими организациями, как Европейский Союз и НАТО, что они пока что не смогли обычным гражданам Запада объяснить, почему это выгодно для своих стран. Почему это в национальных интересах Германии, Франции и так далее. И почему так нужно вложиться. С другой стороны, есть четкое понимание того, что Путин тут старается представить себя, как будто он настолько вложился в эту войну, что Запад этому не сможет противостоять, даже если он хочет. И поэтому такие вот сигналы не только вчера, но и раньше, это было от большой восьмерки, от Европейского Союза, от НАТО. Вот все время говорят, вот мы будем Украину столько поддерживать, сколько это надо. И это, я думаю, во-первых, это сигнал, конечно, Украине, но это тоже сигнал Путину, что ты не можешь выиграть в этой войне, что мы будем помогать и лучше тебе закончить это все. И лучше раньше, чем позже, потому что мы не будем снижать помощь Украине. Поэтому я это так интерпретирую, а то, что это так медлительно идет, ну это тоже связано с тем, что это демократический процесс, он обычно такой медлительный. Там есть и оппозиция, и разные фракции, и разные правительственные партии, потом есть международные организации. Обычно, ну это, конечно, проблема тоже демократических стран, принятие решения. Очень хочется, да, все это понять, но это сложно, потому что всем известно, что за это промедление украинцы, Украина платит буквально жизнями. Поэтому, да, будем рассчитывать на помощь, будем верить политикам, и будем надеяться, что танки «Леопард» в скором времени действительно будут в Украине и помогут нам выбить с нашей земли российскую армию, российскую оккупационную армию. Спасибо, Андреас, за ваши комментарии. Андреас Умлан был в нашем эфире, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований. Спасибо.